Красные гвоздики в память о жертвах февральской трагедии. 22 года назад на этом месте, где сейчас находится мемориальный комплекс, 57 человек погибли во время пожара в областном главке. Для 200 сотрудников, которые спаслись, тот трагический вечер разделил и службу, и жизнь на до и после. Из памяти эти вещи не исчезают. И наши боевые товарищи, которых 57 человек из нашего управления, 9 человек, они так и стоят перед глазами. Люди погибли, исполняя до конца свой долг. Многие даже не верили, что в принципе есть возгорание. Они говорят, ладно, потушим. Пытались спасти документацию или чего-то. А нужно было бросать, наверное, все, да выходить. Но они были так воспитаны. Они были преданы долгу, службе, по большому счету, людям, своим родным и близким. Вся страна в тот февральский вечер следила за событиями. Около 18 часов на пульт дежурного поступил звонок. Через несколько минут пожарные уже были на улице Куйбышева. Самые драматичные события разыгрались буквально в первые полчаса. Огонь поднялся наверх, не оставив шансы тем, кто там остался. Деревянное перекрытие, длинные коридоры, прямые лестничные пролеты, как вытяжные трубы, решетки на окнах. Люди оказались запертыми в огненной клетке. Из одних окон пламя вырывалось языками метра на два. В сторону, словно изнутри дул сильный ветер, из других вылетали горящие бумаги. Копоть и куски пепла покрыли все ближайшие улицы и дома. Эвакуировать из здания удалось около 200 сотрудников главкой, 50 задержанных из изолятора временного содержания. В огне тогда сгорели личные дела сотрудников, секретные документы. Дань памяти погибшим пришел отдать губернатор Дмитрий Азаров, член областного правительства, ветераны и руководство МВД, родственники и друзья тех, чьи жизни унесла страшная трагедия. Сегодня имена этих сотрудников на плитах мемориального комплекса. Каждые 10 февраля сюда приходят не только те, кто хранит в памяти события 22-летней давности, но и те, кто вспоминает близких, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день, когда мы собираемся здесь с коллегами, с пенсионерами, с бывшими сотрудниками, вспоминаем ушедших именно с благодарностью. И когда приходит молодое поколение, даем им наставление не в плане того, что нужно жертвовать своей жизнью, а именно подходить к службе с головой и остаться живым. Память, она не только в камне, а память в людях и в лицах, потому что сегодня не только руководство здесь было, были молодые курсанты, которые возложение делали на коленях. Значит, им есть к чему стремиться, значит, наши мужья, родственники, дети, я не знаю, кто погиб, да, значит, они не зря погибли. После в храме-часовне святого Александра Невского прошла панихида по погибшим в той страшной трагедии. Татьяна Пудова, Александр Каракулько, Новости губерния.